всем здарова сегодняшнее видео на тему того зачем я полез генератор от скорпа зачем я поменял там такосъем обслужил его помыл подшипники смазал покрыл лаком собрал все сделал все по фэншую я сейчас продемонстрирую на примере вот наш фордец сейчас мы накинем клемму и запустим его так включаем зажигание все горит все как надо вам по зарядке вам по зарядке потухла потому что отработал клапан холостого хода и подкинул обороты вот он начал их снижать сейчас задача наша прогреть машину и уже потом я покажу и объясню в чем смысл подключаюсь жду пока прогреется а и вот кстати мой условно новый генератор который я полностью обслужил и которому сноса просто не будет его мы собственно и будем сейчас монтировать ну вот минут десять она стара банит я приготовил уже инструмент ну да она уже под нагрелась глушим и ровно она нагрелась идем дальше для короче по закону подлости вот как обычно нихера нихера смысл в чем как было да но и есть просто вот какие-то стечения на горячую она когда прогревается оборот это клапан особо не подкидывает и не тухнет лампочка зарядки аккумулятор и зарядка не идет пока не газонешь вот по этой причине я полез генератор собственно сейчас я его и заменил по-быстрому все это дело демонтируем никаких особенно нюансов нету тонкости клемму с аккумулятора скинем что у нас там ничего не замкнула нам надо снять фильтр бокс он нам будет мешать потому что нам надо снять приводной ремень отщелкиваем фильтр бокс скидываем клемму с клапана холостого хода снимаем и патрубок воздушный который идет на клапан холостого хода отпускного коллектора вы тоже снимаем на хомуте все демонтировали теперь надо снять ремень для этого нам нужно головка на 19 нет на 17 и трещотка накидываем на натяжитель и опускаем его вниз и сбрасываем ремень все ремень снят теперь откручиваем головка на 10 провода с аккумулятора с аккумулятора говорю с генератора все теперь нам надо открутить два крепежника элемента собственно все правда не помню насколько и чего там но сейчас вспомним так там по моему на 13 что ли снизу гайка до на 13 на 13 длинный болт и гайка снизу меня все мазаная поэтому все открутиться без каких-либо проблем теперь очку нужно выколотить и вытащить ночь был есть до конца не вытаскиваю теперь нужно вот там вот сверху болт его надо выкрутить насколько там головка я не помню предположим что тоже на 13 сейчас проверим да тоже на 13 короткий удлинитель вот так у нас пришел с проверкой вот так бегемоток вот он болт вот она гайка осталось вынуть длинный болт нижней все вот он длинный болт теперь нужно вынуть сам генератор все теперь нам надо открутить щетки с этого генератора не он здесь шпильки также торчат вот из-за того что пока съемное кольцо контактное кольцо как угодно уже на порядок выработалась происходит все вот это вот петруха генератора все подкидываем osco 068 903 803 d это по-моему самое приличное из того что было когда я брал так это в сторону это можно таким же в принципе макаром восстановить очень просто быстро 300 рублей стоит как а съемное кольцо ставим обратно новый генератор вставляем вот этот длинный болт вначале вообще на самом деле это все принципе однотипно на всех машинах накидываем гайку вставляем вот этот уже болт наживляем все теперь можно затягивать кто-то еще можно без удлинителя что-то с удлинителем погорячился все готовы затянули теперь вот этот верхний попробую все-таки короткий это как-то длинным фонтан обратно вакуум и подключаем провода готова заправляем ремень вот теперь тепленько все ставим фильтр бокс на место подкидываем начали шланг на клапан затягиваем здесь патрубок вставляем вставляем вот здесь садится фишечка здесь вот патрубок вот так вот сюда сюда есть все сюда хоп 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 готово Все сколько времени заняло буквально 10-15 минут, надеваем клемму и тестим. Продолжение следует... Продолжение следует... Ради интереса замеряем, какое напряжение. Нужно понимать, что токосъемное кольцо новое, щетки были притерты под старое токосъемное кольцо. То есть нужно какое-то определенное время, чтобы мотор поработал, чтобы щетки притерлись под это кольцо. Потому что диаметр разный и по-разному щетки притерты. И площадь соприкосновения сейчас наверняка не максимальная. 14 вольт. 14.01. Давайте включим все потребители и посмотрим, сколько будет. Хотя на самом деле можно сделать по-другому. У меня же есть бортовик. Просто я его отключил. 13.08 показываю. 13.04. Это я включил подогрев сидений, включил фары, передние и задние противотуманки, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал. Ну, еще бы обогрев лобаря бы включил, если бы лобарь был у меня с обогревом. Но так как он мне не пришел. 13.04, да? Ну, там, видимо, не совсем точные показания. 13.56. Фировый контакт. 13.55. 13.55 при всех включенных потребителях. Ну, слушайте, я тут даже очень браво. У меня было на том генераторе... На том генераторе у меня было на порядок меньше. 13.55. 14.55. 14.55. 14.55. 15.55. Ну, что? Результат достигнут. Жалко, конечно, не получилось показать. Но, поверьте мне на слово. Было именно так. И было это именно по вот этой вот причине. Почему? Объясняю Я, допустим, беру, покупаю новые щетки Щетки реле-регулятор И ставлю Ну, соответственно, там максимальная длина, да? И какое-то время, на какое-то время эта проблема пропадает За счет длины Только щетки притираются И все, и начинается вот такая вот хренотень На этом генераторе, кстати, уже получше Потому что здесь, если вы можете наблюдать Коллектор, ну, токосъемное вот это кольцо Оно было проточено То есть вот, если... Вот оно было, вот такое вот, да? На токарнике зажали ротор И токосъемное кольцо протащили в один диаметр И после этого более-менее с новыми щетками Все это дело работало Но когда как Бывало, вот такая хрень выскакивала Но чтобы уже наверняка забыть об этом навсегда Я все-таки провернул эту штуевину И я хотел давно это все сделать Посторонних шумов с генератора абсолютно никаких нет И там лишний лак, который был Который, когда я на холостой крутил Все уже притерлось Поэтому, ну, я надеюсь Те, кто мало-мало что-то понимают Поняли вообще, о чем видос И что я хотел Да народу дуэлисти Генератор новый Стоит бабок, ковры 6-7 рублей Китайское полное говно Я почитал комментарии Они вообще не ходят ни хрена Это оригинальный бошевский немецкий генератор Ему сноса нету Извините меня Больше Сколько уже там 200 тысяч пробег Подшипники в состоянии просто новых Единственное, что износилось Это токосъемное кольцо Ну, это логично Ну, и все-таки периодически меняют Это как бы расходный материал Они стоят там 300 рублей Так, а съемное кольцо 300 Все-таки там 300-500 Вот и все Ну, плюс смазка вот эта вот Подовая для подшипников Но это мы не берем в расчет Потому что она Вот я эту тубу беру Мне ее хрен знает на сколько хватает Да, пожалуй, больше нечего мне сказать Все, вот чики-дрики Чики-фуки Сейчас пока Я буду эту резину загружать Как-то сейчас остынет Протестим, как это все происходит С этим генератором На холодный Ну, я думаю Никаких не будет проблем Все будет Чертко, ровно, бодро Сейчас еще разочек Она все-таки Греется потихоньку, помаленьку Ну, все, моментально Моментально Поэтому Что я хочу сказать Всем спасибо за просмотр Ставьте лайки Пишите комментарии Всем добра Всем пока Покедова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok